Здравствуйте, с вами DotaFan. Новая рубрика на канале, в которой я буду выкладывать игры, где на конкретном герое человек играет лучше всех в мире. Самый высочайший винрейт на конкретном герое. И сегодня мы будем смотреть игру человека, который играет на Shadow of India, имеет высочайший винрейт на нём, 96%. Вот сейчас быстренько посмотрим табличку. 154 матча, 96,1% винрейт, 14,27% среднему биз за игру. Меньше двух смертей, вообще не умирает практически, несмотря на то, что это не танк, а такой достаточно тонкий герой в начале. 10 ассистов, опыт в минуту золота в минуту больше 700. И вот предметы, которые он чаще сейчас собирает. То есть ПТ, потом в Аквилу выходит Саша Яшик почти всегда. Да и по ситуации дальше. БКБ, Манта Стайл. Так, и вторая страничка. Вот посмотрите его игры. Very High Skill. Кэп Мод обычно. Практически он не проигрывает вообще на этом герое. Все игры очень короткие. Вот, смотрите, одна игра из этих игр здесь 49 минут, которая шла. И то он там три раза всего умер. И тут уже, конечно, лейт артефакты. Видать, игра сложная была. Бабочка, Сатаник, Кераса. Ну, а так в основном, видите, ПТ. Иногда собирает он Shadow Blade, Invis, Манта Стайл почти всегда. В тяжелых играх бабочку варит. Ну, и Доминатор частенько. И полюбил он еще вот этот артефакт Dragon Lens, который увеличивает дальность атаки. Ну, все, смотрим видео. Всем привет, друзья. С вами DotaFan. И я решил сделать новый раздел. В этом разделе я буду выкладывать игры про игроков, которые имеют высочайший винрейт конкретного героя. То есть максимальный винрейт на определенном герое. И вот в данной игре этот игрок будет играть за Shadow Finda. И внимание, у него винрейт на этом герое 96%. И причем он играет на очень высоком уровне, это не пабы. Сыграл он на Shadow Finda больше 150 игр. Как всегда, он часто очень идет на мид. И сейчас посмотрим. Вот сразу интересное начало. Под смоками они заходят. И сразу же на первой минуте они не идут за руной, сразу идут на Рошана. Интересно, сориентируются сейчас соперники или нет. Сейчас вот посмотрим, за сколько они заберут. Вард поставили. 42 секунда была. Ну, у них особой такхилки тут нету. Танкует Урса. Танкует Спирит Брекер. Сейчас очень интересное начало сразу. Может быть, как бы там не умер Спирит Брекер. Так, ну, 30 секунд им понадобилось. Вот, испалили их на Рошане. Успевают все-таки Урса забрать Рошана. И сейчас сразу такой замес конкретный. Прямо убивает Урсу, выбивает Айегу. Но это всего лишь Айега. Леон помирает. Эмбер. И могут еще и Спектру забрать тоже. Да, и забирают Спектру. Отличный размин получился. И еще и Дезраптор. Вот видите, какое оригинальное начало. И сразу все вместе и ФБ. И разменялись 3 в 1. Класс. СФ сразу идет на мид. Вардик поставил на хайграунд. Но, СФ это персонаж ловкости. И поэтому такой стандартный закуп. Маску он покупает сразу. И сейчас, скорее всего, купит Боттл, конечно. Потому что он на миду. Так, и стоит он тут против ВРки. Ну, достаточно ему непросто, я думаю, будет здесь стоять. Если ВРка хорошая. Качаться он будет через первый, наверное, и третий скилл Душа. Посмотрим сейчас, какой он стиль выберет. Агрессивный. Может быть, будет гангать, ходить по лайну. Но, СФ это очень популярный герой. И на высоком уровне, и в средних ММР играх тоже его очень часто берут. Хороший мидр. Очень хорошо он фармит стаки крипов. Набирает души. И если он собирает хорошие артефакты, и в начале игры не умирает, то очень мощный получается такой герой. Крипстат 5.5 пока. Неплохо. Боттл. Но с Боттлом, конечно, ему сразу будет тут попроще. Так, посмотрим. Четвертый левел у него. Четвертый левел. Полторы минуты прошло всего лишь. Так. Конечно, из-за того, что Рошана забрали, смотрите, в Экспириенсе сразу какое преимущество у команды. Нетворс, естественно, тоже два первых места. Так. Я хотел уровень посмотреть. Вот видите, четвертый, четвертый, четвертый. Сразу какой буст за этого Рошана. И видите, сразу он идет гангать. Сразу идет гангать, забирает руну и забирает Эмбера. На второй минуте, обратите внимание. Некоторые торчат там по 15 минут, да, и все им кричат. Мидр, ты когда на ганг пройдешь? Очень здесь старается агрессивно играть. Вообще под башню идет. Подгоняет вверху. СФ очень чувствителен к гангам в начале игры. Он очень тонкий герой. И очень чувствительный он к этому делу. Ему главное не умирать в начале игры. По пику особо тут его очень сильно никто не контрит. И в то же время он особо так, я бы не сказал, что сильно кого-то конкретно контрит. Он пикнул последним СФом. Хорошо на нем играет. Его особо никто не контрит. И он решил просто его взять в мид. Сейчас если он вверху переиграет, то, конечно, он будет жестко уже напрягать по лайнам. Давайте посмотрим, что у нас на других уровнях. Инвокер хорошо, естественно, себя чувствует против ближника. Так, на других лайнах у нас курса. ЦМ-ка отвода делает. Ну и сейчас вот уже, я думаю, спиритбрекер начнет очень активно гангать. Тут они, наверное, хотят сейчас спиктру, может быть, загангать. Так, счет уже 6-1. Пустой боттл. Пустой боттл надо пополнить. Видите, сразу 4-ая минута. Сразу обязательно забрать рону. По крипам 20-10, крипстат 24-6, урсы с ЦМ-кой. Он отлично там себя чувствует, урса. А здесь, обратите внимание, 0-0 у дезерактора. Вот посмотрите, на высоком ММР практически не формят саппорты. Да, вот если взять игры среднего ММР, там идешь, берешь керри с саппортом на лайн. Он просто там автотачит крипов и так далее. Здесь саппорты вардят делают отводы. Не воруют опыт и золото у своих кор-героев. Половину башни он уже есть под пушу. Ну и видите, пока в Дайер все 5 впереди находятся. Если так дальше пойдет, может быть вообще, пойдет урса на Рошана опять. Так, седьмой лейвел уже у СФ. Разгром на остальных лайнах. Посмотрим, что тут происходит. Вот здесь урса. И спирит брейкер. Вот видите, СФ занимает мид. Инвокер отлично себя чувствует по верху. И в это время они в триплу там просто давят внизу вражеского керри, спектру. Не дают ей фарма, не дают ей продохнуть. АСФ напрягает ВР-ку тут фармить спокойненько себе мид. Купил он Аквилу, стики. Сейчас вот соберет он, наверное, ПТ. Посмотрим дальше, что он будет собирать. Так, спирит брейкер куда-то побежал. Давайте. О, тормознул его ВР-ка. Тут Леона хотели забрать. Так, СФ. 96% просто. Как можно иметь такой винрейт? Как бы. Вот так. И сыграл он на нем не тысячи игр. 150 игр он на нем сыграл. Чуть больше. Имеет при этом такой фантастический винрейт совершенно. Я не знаю больше ни одного игрока, кто имеет больше винрейт. Это топ винрейт из того, что я нашел пока. И вот практически он уже сносит мид. ВР-ка пошла на ганку вниз. Он спокойно как-то сносит. Ну, здесь сейчас еще и... И могут... Нет, ВР-ку не заберут, они здесь. Урсевич уходи, Урсевич уходи, Урса. Под Глимером. Смотрите, Глимер дала СМ-очка. Молодец. И спасла Урсу. А так бы может и забрать его. СФ сносит мид. Полной доминацией тут идет. Смотрите, просто полная доминация. Если команда выигрывает, то она пушит, как правило, в играх на высоком уровне. Они не идут там, не фармят лес и так далее. То есть стараются снова бореть, нарастить максимально свое преимущество, пока есть такая возможность. Вот он снес одну башню, уже вторую башню снес частично. Так, и 1400 уже голды у него. На других лайнах тут они гасит тоже. Просто гасит. А вот тут еще, хотя там вот, нашли Леона, бедного. Все, Леона тоже. То есть полная доминация, 1.15 с самого начала игры. Но, конечно, то, что они Рошу забрали, это классно. С самого начала. Так, СФ снес, пока там движуха была внизу, он снес две башни. Просто две башни снес. Помиду. Сейчас, наверное, пойдет или фармить лес, или пойдет наверх, как пушит крипов. Так, ну ладно, пока он стоит в лесу, последили пока что тут. Нашли сил света на нижней линии, разрушен. Снесли низ тем временем. У Урсы уже, он вполне может забрать Рошана сейчас, я думаю, он его заберет. Пока СФ фармит лес. Вот видите, очень легко фармиться в лесу, набирает души. Сейчас наберет души и пойдет, наверное, по МИДу, поможет инвокеру, раздаст здесь он, я думаю, сейчас с инвокером вместе. Так, посмотрим уровень героя. Девятый. Урки ближайшие из противников, шестой. И вот уже, смотрите, на девятой минуте второго Рошана они забирают. Так, и СФ тут собирает Shadow Blade. Ну, классический вариант, такой очень часто на СФ собирают этот артефакт. Потому что, как я уже говорил, СФ очень такой тоненький герой, чувствителен он гангом. И до покупки артефактов, таких как Бабочка, Скади и так далее, его очень легко загангать. Но сейчас он, конечно, грандиозно опережает в уровне противника. И тут вряд ли удастся как-то его загангать. Урса здесь мощненький такой. Ну, опять просто давит, сноуболит. Он не качает, смотрите, ульт вообще. То есть девятый у него уровень, он вообще его не качает, свой ультимейт набирает душа. Тридцать шесть душ у него уже, кстати. Ну, он, понятное дело, ни разу не умер, зафармил стаки крипов. Ну, скиллы Shadow Finder вы все знаете, да, наверное. Здесь он бьет по площади с прокачкой, то есть увеличивается радиус. Вот тут семьсот, в начале двести, четыреста пятьдесят и семьсот. Это некромастерия, пассивка, он набирает души за каждого убитого крипа. За героя сразу двенадцать душ. Когда он умирает, он половину этих душ теряет. Так, тут интересный замес. Вот он, наконец, разультовался. Чуть-чуть не очень он удачно разультовался, но, в принципе, тут нормально. Добили так и так, они на изи всех. Конечно, если бы он разультовался бы тридцать шесть душ по миду, он вообще бы, наверное, там жестко бы забрал. Тут вообще уже в наглую просто на фонтан они идут. Один двадцать один. Просто дребезь не выносит можно. Так, третье, это аура. Она уменьшает броню у противников. В начале игры не очень она актуальна, он ее не качает совсем. Это понятно. Это когда в мидгейм жесткие дамаги разруки. То есть он качается через первый-второй, потом он набрал душ и качнул ультимейт. После этого его дал ульту в замесе. Так, готова у него ПТ-шка. И сейчас он, наверное, будет собирать или Сашу Яшу, или Скази, скорее всего. Посмотрим. Видимо, он собирает Сашу Яшу здесь на ловкость купил Блэйд оф Эклэрити. Ну и сразу Пуша дальше. Так, Оега пока есть урсы, да? Да, есть Оега, поэтому они несут просто инлайн. Тотально, просто в дребезги выносит. 1.22, да? Абсолютно все герои опережают по уровню. Инвокер, обратите внимание, отстоял харду спокойно против ближника. И за счет этого он имеет самый высокий винрейт на карте. Вот говорят, не надо брать там двух героев на один лайн. Ну вот, СФ взял, да, мидера. И получилось так, что инвокер мид. Но инвокер спокойно ушел на другой лайн. Никто не ругался. Он отстоял там спокойно против ближника. Легко. Получил свой левел быстро. И прекрасно себя чувствует, я думаю. Не обязательно на мид всегда идти. Старайтесь не спорить. Так, сейчас мы посмотрим. Фэнтези поинтс. Фэнтези поинтс учитывается в калибровке. Эта система дота автоматически определяет ваши полезные или неполезные действия. Так, вот тут могли его убить сейчас. Зачем он туда ульту, я не понимаю. Пустоту просто дал ее. Так, ради веселья. Так, килл и посмотрим. Килл и 7.0 УСФ уже. 7.04. Ну тут вообще просто разгром. Они 5.1. Один раз умер спирит брекер. Так, сейчас посмотрим. Разница в экспе. Просто 15 тысяч преимущества на 13-й минуте. Так, тут замес. Тотальная доминация. Так, в экспе 15 тысяч. И... В деньгах, значит, преимущество вообще просто там грандиозное. Получается сколько? 28 тысяч преимущества. Просто без вариантов. Сносит вообще, наверное, сейчас в трон и игра, наверное, закончится на этом. Может не закончится, сейчас посмотрим. Тут интересно было вообще, как вот начинается игра, да? Топ игрок. Через что он качается? Что он покупает? Понятно, что если игрок высокого уровня, то закуп у него от игре к игре отличается, наверное, достаточно сильно. Прокачивать, я думаю, скорее всего он стандартно, чаще всего. То есть первый, второй, ульту берет, когда возможно. И когда прокачан первый, второй, потом он уже максимум пассивку, ауру, минус броня. Вот, наконец-таки они сцентрики попытались поставить и тут же сцентрики воткнули. Так, купил СФ Сашу Яшу. Вот замес тут опять конкретный. Вот смотрите, стан у спирит брейкера есть. Может инвокер дать, да, стан и ЦМ-ка. Три стана и просто они очень легко забирают врага под этими станами. Тут тоже есть станы, да. У Леона, у ВР-ки, Эмбер. Но так как начало игры они полностью проиграли, вот этот Рошан, на который не надо было уже идти. Или надо было идти раньше, или вообще не идти. Так, сейчас у Урсу могут убить. Ну, сейчас ульта будет скорее всего здесь. Нет, не стал. Не стал ультовать. Далековато, но зацепляет он все-таки двух игроков. Бейонт Гадлайк, трипл кейл, 12-0. Просто без вариантов. Эмбер сейчас заберут. Ну, просто. Трипл кейл от СФ, трипл кейл от инвокера. Вот они сколько тут уже кружатся, да, по низу. Просто не отпускают. Смотрите, две тычки, дезераптор нет. Ну, дезераптор, понятное дело, 0,9. Может, рампага сейчас будет от инвока, нет? Красиво было бы сейчас. Если мы рампейдж, мы увидели. Не пошел, не пошел. А зря, мог бы сейчас повеселиться. Я думаю, СФ бы ему, если помог, сейчас бы мы увидели рампейдж. Да, вот он ему пишет, аутист. Видите, это русский, кстати. Вот, а русских ругают, обычно, там, на США, на других серверах. Плохо играете, даже в доте. На официальном сайте было, что самые худшие игроки в дотают и из России. Матерятся, играть не могут и так далее. Но большинство топ игроков с топом ММРом, это русские. Кто имеет винрейт за 8 тысяч. Или имеет очень высокий винрейт на героев каких-то. Вот и этот Хойли Люмин, тоже русский. И обозвал он аутистом инвокер за то, что он не попробовал рампейдж сделать, пойти. Вот такая мега быстрая каточка получилась. Напоследок тут замес последний, который ничего не решает. Просто рассыпаются. Инвокер тоже русский. Мощный, мощный. 3,39. Вот так команда на начальных левелах получает преимущество. И они пытаются доминировать, пытаются идти, сносить. Посмотрим таблички. Видите какие? Здесь 22 тысячи в экспе преимущества. Здесь вообще 35 тысяч. Ну и итоговая таблица. Вот так вот катают игроки, у которых там винрейт с 90% на героя. Вот в таком стиле. Я буду еще выкладывать игры в этот раздел такого плана. Так что смотрите, не пропускайте. Если нравится, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Пока.